Как ты себя чувствовал до приема ламинина и после? Вот, что ты испытывал до? Ой, черная часть. Я хочу сказать то, что люди заходят в Микдональдс, покупают бургер, покупают френч фрайс, они никогда не заглядывают, сколько там всякой химии. И они это кушают спокойно, это уже как кока-кола, все это делают. Когда показываешь людям что-то такое особенное, какую-то изюминку, а что здесь, сколько дней яйцо, задают, начинают люди узнавать, сильно вникать в это. Я такой человек, когда мне люди советуют, я всегда, я люблю это, natural products, и когда мне советуют, я думаю, что мне нужно где-то в течение 90 дней попытаться, если поможет, поможет, нет, нет. И вот одним из таких был Брайан, он посоветовал, сказал, Андрей, начни пить лимонид. Я ему сказал, что у меня, какая у меня болезнь, у меня было, значит, онкаларис, пандаларис называется по-английски. Это тогда в том случае, когда твои суставы, они сводятся вместе, как бы они начинают ссыхаться. Если вы когда-то видели таких людей, дедушек, бабушек ходят вот так, то это меня ожидало. Я слышал такие случаи, что людям ломали шею, чтобы они могли, ну, более-менее ходить. Я начал ходить до специалистов, ходил до наших специалистов, думал, что у меня что-то с позвонками не так. Потом получилось то, что я познакомился с одним местным специалистом, он мне сказал, поди сдай свои там анализы. То есть, в конечном итоге я узнал, что со мной, какая-то вообще диагноз поставили. Я начал, буквально начал пить лимонид, я вообще не думал, поможет, не поможет, он мне не сильно надеялся на это. В течение, буквально на шестой день я стал чувствовать себя лучше. Как я себя чувствовал, буквально, когда ложился спать, я был окей, да, я все, I'm good, мог спать, пойти заснуть. А когда где-то, буквально где-то было, в 3 o'clock, в 5 часов, ты встаешь, у тебя полностью здесь, вот как сжато все получается. Как я сводит, не можно не спать на каком боку. Нужно было делать или массаж, у меня такая дома всегда стояла, чтобы массаж делать, или ложить айсбэк, лед. Нужно было ложить, чтобы чуть-чуть отпустило, потом можно было заснуть. А в течение дня, если вы знаете знакомый с Red Bull, Energy Drink, вот это меня спасало в течение дня, потому что, когда ты не высыпаешься, то делать-то надо, бизнес-то не стоит, белый платить надо. Вот так вот, а после лимонина мне, я вам скажу, 99% I feel better. Сколько времени ты пьешь? Я пил в течение 2 с половиной месяца, потом я остановился на неделю, и сейчас заново начнем. Добрый день, мое имя Юрий. Я имел проблему многие годы, может 20-30 лет, я вставал ночью 3-4 раза. Но после лимонина, через неделю ровно, я поднимаюсь только один раз среди ночи. И почувствовал, что ноги меня так не валят на работе, я работаю с 6 утра до 3.30, постоянно на ногах. И когда еду домой, мне кажется, что я и не работал. Замечательно. И, конечно, я почувствовал хороший результат. И на руках у меня, кстати, тоже старческие пятна, говорят, вышли, а сейчас они, они были коричневые, а сейчас они пожилые, уже я вижу, что они исходят постепенно. Но это вторая... Дина, да, я продолжаю слышать тебя. Значит, еще что я заметила. Пришла вот, буквально на днях пришла к своему парикмахеру, она говорит, Дина, ты заметила, у тебя потемнели волосы, цвет волос твой был светлее натуральный. Я говорю, да, я вот пью ламинин и вот начала уже как бы рассказывать. Это вот я тоже хочу, чтобы вот моя немножко седина тоже исчезла, ее не стало. Значит, каждый четверг и воскресенье утром я делаю маску на лицо. Два раза в неделю. Это вообще, это... Ты делаешь маску с ламинина, да? Да, с ламинина. Открываю капсулу, немножко водички и наношу на лицо. Буквально на 2-3 минуты, потому что сильно стягивает лицо. И прям, ну... Ну, лицо тебе красивое, да. Так, образно говоря, у меня как восковое делается лицо. Поменялось. Разлаживаются все морщины буквально, вот что есть на лице, они разлаживаются. А потом, после трех минут, водичкой тепленькой смываешь, и уже никакого крема я не наношу. Ну, расскажи, да. Ну, еще что я заметила, перемена характера. Знаете, как домохозяйка. Двое детей, очень много опытных старшим сыном у нас, все время как бэзи. Вроде бы и не работаешь, но и нет свободного времени. И вот немножко и нервная какая-то была, и много срывалось на детей, знаете, вот так просто, не контролировав как бы эмоции. С ламенином я уравновешенней намного стала. И я скажу так открыто и честно, что больше не кричу на детей. Молодец. И муж это заметил, и начал пить тоже ламенин. У него тоже очень много энергии сейчас на работе, очень довольный. И тоже рассказывает на работе, как на него действует. Супер, замечательно. Расскажите, пожалуйста, дальше. Где-то на четвертую ночь я заметил, что у меня судороги перестали в ногах мучить ночью. Где-то примерно на четвертую ночь заметил, что я всю ночь проспал, и я ни разу не проснулся. Через полтора месяца у меня, я носил в ухо дыра, она где-то три с лишним года носила. Через полтора месяца она у меня не стала, заросла. А диафрагма затянулась, да? Да, диафрагма самая вот эта вот клева, которая там. Я ищу до доктора, пошел, говорю, слушайте, а что там такое у меня, правда, что меня зажило? Потому что то я было, на нос нажму туда, воздух, потому что щипит, как с камеры. Он посмотрел, говорю, да, у вас все спокойно, хорошо. И вы принимали сколько ламинина? Это примерно через полторы месяца. И поскольку капсул вы принимали в день? По две, два утра, два вечера. Четыре, четыре. До сих пор так принимали. Уже сколько, пять месяцев? Но представьте себе, когда судороги ночью, если он проснулся, и я проснулась. А это мы спим спокойно. Потому что судорога разбудит, надо ли прыгать, или что-то делать такое. Или как бы уколоть себя, вот что-то надо, чтобы она успокоилась. Я ищипал себя, я ищу наделал, и даже под горячую воду, чтобы много... А сейчас вообще судороги не возвращаются. Сейчас снимаю. Замечательно. Она-то заболела. Я не знала, что с ней делать. Позвонила Миша и говорит, Тетя Оля, дай ей сразу шесть ламенина. Потому что у нее гайморит начался, ну, приступ гайморита. И еще, кроме этого, наверное, гриб посетила. И она даже не вставала с кровати. Миша говорит, дай ей шесть раз. Я отнесла кружку воды и шесть ламенина. Она сначала не захотела. Я говорю, надо. Она выпила. И через пару часов вышла, улыбалась, разучила рукава и в огород. Вау. Так что это срабатывает. Срабатывает. Меня зовут Люба. У меня 27 с половиной лет были боли в спине. Четыре месяца пропивши ламенин. Я почувствовала, что у меня нет боли. Это меня очень обрадовало. Я очень много делала массажей. Но это было временное явление. Теперь я уже целый месяц не чувствую боли. Я благодарна Богу за этот продукт. У меня пальцы очень болели. Крутили руки и... Похоже, что у вас полиартрит, да? Да. Я пью ламенин, и у меня перестали болеть, и перестали уже расти косточки. Вы еще говорили о своем внуке. Он тоже, по-моему, пьет ламенин. Сколько ему? Пять лет? Пять с половиной лет. Окей. И для чего вы ему даете? Он через все у нас активный, очень плохо кушает, и очень много делает шкоды. Окей. Но когда я стала давать ему ламенин, он стал намного уравновешен, перестал делать шкоды у меня, кушать стал хорошо, и в школе стал себя хорошо вести. Замечательно. То есть ламенин полезен всем вашим родным. А я сегодня нахожусь в Сакраменто и посещаю семью Ковалевых. А, Верочка, расскажите свою историю. Да, история моя такова. После двух операций у меня был демидж нерва, и нога моя в течение года после второй операции не отходила. То есть была в спазме мышца, которая постоянно стягивала. После применения буквально в течение трех недель мое улучшение в ноге настолько облегчило мое состояние. И супер ламенин работает в сфере периферической и нервной системы. И мне это очень помогло. Я очень довольна. Мне стал стаб, я чувствую, что мне уже достаточно. Чего-то не знаю, он больше не принимает. Но я вижу просто такой хороший результат, набагато краще, как до того, как я принимала. Так что вы похудали, да? Я не то, что похудала, я стала меньше втомлюватися, это реально. И мне больше энергии дает этот препарат. И я не стала відчувати починку. Я раньше починку відчувала. Біль в починке, даже не биль, а так как колика, знаете. Такая колика. Зараз я не відчуваю. Ну, не знаете. И сколько вы ламенин пьете? Пропила я его десь півтори баночки. Это 3 березня я пью, пропила. И сейчас я уже не пью, уже сколько, может, дня 4 я уже не пью. Зробила стоп, потому что я чувствую, что энергии уже достаточно. Но я думаю, что немного пройду, и я снова начну пройти. Не надо остановиться. И я вам сейчас поясню, даже почему не нужно остановиться. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Вот у моего мужа Паркинсон, у Анатолий, и он пьет ламенин. Вот сейчас вот уже второй месяц он пьет. У него, между прочим, быстро восстановился сон. Он пил сильные таблетки, страшно сильные, с большим садем. А сейчас он именно ламенин и стал спать нормально. Простата улучшилась, меньше стал вставать. И ходьба улучшается. Отлично, и пьет очень короткий период времени, да? Да, второй месяц. Замечательно, спасибо, поздравляем вас. Меня зовут Любовь Феда. Я хочу рассказать свою историю за мои вены, когда я начала пить ламенин, и как восстановились мои вены. Очень хорошо, и я довольна и рада. У меня вот здесь только маленькие остались как бы следы, что когда-то были выпуклые вены. Они такие были крупные, и как жгуты висели на одной пленке. На сегодняшний день, как вы видите, мои ноги полностью восстановились, прежний вид. Я очень рада. Пейте ламенин и будьте здоровы. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Фил Маковский. Я Мепрат. Сегодня я хотела бы рассказать вам удивительные продукты. Я сам познакомился с этим продуктом около трех недель назад, и был абсолютно скептичен к нему, потому что очень многие люди говорили о замечательных результатах. Я, естественно, никому не верил. Но, тем не менее, я все-таки решил попробовать, и буквально на четвертый день после приема я уже получил результат. Должен вам сказать, что у меня периферийная невропатия. Я не чувствовал своей ступни совершенно. Ни боли, ни холода, ни жара, вообще ничего. Моя ступня была как деревянная. Я не мог шевелить пальцами. Я даже не мог сгибать свои пальцы. Я также диабетик. Мой сахар где-то 215-230 каждое утро. После четырех дней приема ламинина, уровень сахара у меня снизился до 139. 139-168. И самое удивительное то, что у меня появилась чувствительность ступни. Я могу шевелить своими пальцами. У меня была проблема, я не мог нормально ходить. Мне все время приходилось на что-то опираться. Но последние два дня я нормально хожу без опоры. Я хочу вам сказать, что это удивительный продукт. И вам стоит его попробовать. Здравствуйте. Сегодня я хочу поделиться с Ами с еще одной замечательной историей. У меня есть один знакомый. Он диабетик. И однажды он мне позвонил и пожалался на свое плохое самочувствие. Я тоже его спросил, какой у него уровень сахара. И он сказал, что он не знает, потому что боится увидеть результат. В общем, он не мерил. Тем не менее, я настоял на том, чтобы он все-таки замерил свой сахар. Он посмотрел. Мы подождали. И оказалось, что прибор зашкаливает. Надпись была высокая. Это значит, что уровень сахара уже выше 500 единиц. Я сказал ему, что ему нужно срочно обратиться в скорую помощь. Но он сказал, что не может этого сделать, так как у него нет страховки, потому что он не может себе позволить страховку. Тогда я ему сказал, чтобы он следовал точно моим инструкциям. Я сказал ему, чтобы он полностью исключил сахар и любые карбохидраты из своей диеты. И чтобы он пил много воды. Но он ответил, что он каждую ночь встает в туалет буквально каждый час. И я должен вам сказать, что это признак диабетического инсипидуса. Это когда почки не могут сохранять воду. Как бы то ни было, он пообещал выполнять все инструкции. И на следующий день он мне позвонил и сказал, что уровень сахара у него снизился до 289 единиц. Я пригласил его к себе, чтобы поговорить. И он пришел ко мне в этот же день, где-то в середине дня. Выглядел он, конечно, неважно. Очень уставший. Я рассказал ему о ламинине. И я дал ему попробовать. Что я сделал? Я взял капсулу и насыпал содержимое капсулы ему под язык. Я это сделал для того, чтобы продукт быстрее всосался в кровяное русло. Мы поговорили где-то еще час. И уже через час он уже улыбался. В следующий день он позвонил мне и сообщил, что уровень его сахара снизился до 180 единиц. Меня зовут Стилл Ферл. У меня диабет второго типа. Где-то через три дня после того, как я стал принимать продукт ламинин, я заметил разницу в своем самочувствии. Я почувствовала, что мое настроение улучшилось. Мой уровень сахара снизился с 180 до 121 единиц. С тех пор, как я стал принимать продукт, я похудел на 3 килограмма. Где-то 1 килограмм на первой неделе, чуть больше полкилограмма на второй неделе и полтора килограмма на третьей неделе. Я также регулярно посещаю своего доктора, и она поддерживает меня в моем решении принимать этот продукт. Здравствуйте, меня зовут Голф. Я персональный тренер, мне 20 лет. Некоторое время назад моя мама попала в автоаварию. И с тех пор, в течение полутора лет, у нее были боли в спине. Она делала массаж и другие процедуры, и как-то раз после одного из массажей ей стало хуже. Она попала в больницу и провела там 3 дня, в течение которых ей кололи морфи. Мне пришлось управлять нашим семейным рестораном, так как больше было некому. Я не знал, что делать. Я боялся, что я потеряю свою маму. Одна моя знакомая рассказала мне о продукте. Но я отнесся к этому скептически, потому что очень многие люди пытаются подписать меня на какой-нибудь продукт, думая, что я буду его использовать и рекомендовать своим клиентам в спортзале. В общем, спустя 3 дня моя мама вернулась из больницы и сказала мне, что у нее обнаружили опухоль 14 сантиметров в спине. Мы просто сидели, обнявшись и плакали. Мы не знали, что делать. Потом я неожиданно подумала о своей знакомой и вспомнила о продукте, который она мне говорила. Я ей позвонила. Я заказала этот продукт. Я сказала своей маме, «Мам, пожалуйста, начни принимать этот продукт». Я думаю, что если это поможет, то это поможет, а если нет, то нам нечего терять. Я тоже стал принимать этот продукт, и через 2 недели я заметил, что стал более энергичен. Мои ногти и волосы стали толще и стали расти быстрее. А через 3 недели моя мама снова стала моей мамой. У нее прошли боли в спине, и опухоль уменьшилась настолько, что ее практически не было видно на снимке. Я сейчас делюсь этой информацией буквально со всеми. Это настолько естественно для меня. Я бы сделал все, что угодно для своей мамы. И бизнес этой компании растет очень быстро. И все, что я делаю, я просто делюсь информацией. Мой младший брат пригласил как-то своего учителя в наш ресторан. И я подошел к нему, рассказал о ламенине и пошел на кухню за его заказом. А когда я вернулся к столу с подносом, люди, сидящие за соседними столами, стали спрашивать меня о ламенине и просить мой веб-сайт. Когда я купил этот продукт, я покупал его не для себя и не для того, чтобы построить бизнес. Я купил его для своей мамы. Но этот продукт превзошел все наши ожидания. У моего младшего брата, ему 17 лет, глаукома. И он слеп на один глаз. А после ламенины его глазное давление снизилось значительно. Я очень вдохновлен. Я доверяю этой компании всем своим сердцем. И я знаю, что эта компания достигнет самых высоких рубежей. Давайте познакомимся с его мамой. Здравствуйте. Меня зовут Ми. Что я могу сказать? Я побывала на дне. У меня были ужасные боли в спине. Но вы знаете, сначала я не хотела принимать этот продукт. Потому что до этого я чего только не принимала, ничего не помогала. Извините. Но потом я сказала, ладно, я попробую. И когда меня выписали из больницы, мне пришлось сразу вернуться на работу в ресторан. И мой шеф-повар, к тому же, был в отпуске в это время. И я не знала, как я со всем справлюсь. Мне нужно было управлять рестораном, готовить. В общем, весь день на ногах. Но я приняла ламинин и пошла на работу. Целый день я провела на ногах. И только к вечеру я обратила внимание, что я столько всего переделала за день. И моя боль меня не беспокоила. Я стала давать ламинин своему младшему сыну. У него уже было 6 операций на слепом глазу. Но давление никогда не понижалось. После приема ламинина, давление в его глазу стало понижаться. И когда мы проверились у доктора, тот был удивлен, что давление полностью нормализовалось. Я очень рада поделиться с вами. И я так благодарна своему сыну, что он заставил меня принимать этот продукт. Иначе я, наверное, не стояла бы на этой сцене сегодня. Спасибо большое. Спасибо.